Всем привет! Меня зовут Катя и вы на моем канале о вязании крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала вот такой квадрат с цветком. Схему такого квадрата я нашла на пинтерест, оставляю ссылку в описании на эту схему. В этом видео я буду подробно показывать, как вязать каждый ряд, как менять цвет. Буду вязать из джута от пряжи Центр, халва, толщина нити здесь S. Буду использовать крючок номер 3 и здесь у меня три цвета, натуральный, желтый и красный. Скидку 10% на такой джут вы получите по моему промокоду, оставлю также в описании его и ссылку на сайт. Пользуйтесь и вяжите с удовольствием. Для серединки я беру желтый цвет, формирую кольцо амигуруми, провязываю две воздушные петли. Это имитация столбика с одним накидом. Далее в кольцо провязываем еще 9 столбиков с одним накидом. И 9. И обязательно проверьте, чтобы у вас получилось 9 столбиков. И вначале мы провязывали 2 воздушные петли, их мы тоже считаем за столбик. Всего должно получиться 10 столбиков. Затягиваем кольцо. Обрезаем нить, оставляя хвостик подлиннее. Полностью высвобождаем нить из петли. И сейчас имитируем звено косички. Заходим в первую верхнюю горизонтальную. Вот 2 воздушные петли. 1, 2. И вот эта вот третья, это верхняя горизонтальная, которая нам и нужна. Она принадлежит второму столбику. Заходим под нее, сзади вперед. Подхватываем кончик. Выводим назад. Переворачиваем. И проходим в последнюю верхнюю горизонтальную, откуда выходит хвостик. И также проходим вот в эту перемычку под петлей. Внутрь петли. Захватываем нить. И затягиваем, чтобы все звенья косички были одинакового размера. Провязали первый ряд. Далее последующие ряды, второй и третий у нас будут формировать цветочек. Я беру красный цвет. Этот хвостик от конца желтого цвета я буду ввязывать в этом ряду. Кончик я пока что не обрезаю, потом его здесь закрепим и уведем между столбиков. Второй ряд у нас состоит из полустолбиков с одним накидом. В каждую верхнюю горизонтальную петлю мы провязываем по два полустолбика с накидом. Для того, чтобы начать ряд, я делаю накид красной нити на крючок. Ввожу в любую верхнюю горизонтальную. При этом желтую нить и кончик от красной я буду ввязывать. Они лежат на петлях. Подхватываю рабочую нить. Выравниваю петлю на крючке, чтобы она сильно не болталась. И провязываю. Две петли на крючке. Это первый полустолбик с накидом, сымитированный. Далее накид и в эту же точку еще один полустолбик с накидом. Накид, проходим в следующую петлю и провязываем также два полустолбика с накидом. И так до конца ряда в каждую петлю по два полустолбика с накидом. Завершила вязание второго ряда. По кругу вышло 20 полустолбиков с одним накидом. Далее я буду соединять ряд. Вы можете соединять любым привычным для вас способом. Я буду соединять тем способом, которым соединяю во всех своих видео. Подробнее вы можете посмотреть. Видео про салфетку оставлю подсказку. Здесь я захожу в верхнюю горизонтальную первую. И вывожу петельку назад. Обхожу по кругу. И затягиваю. Как разъединить такое соединение, так же можете посмотреть в том видео. Все, закончили второй ряд. В третьем ряду мы формируем лепестки нашего цветка. Этот ряд будет состоять из столбиков с одним накидом, столбиков с двумя накидами и соединительной петли. Мы начинаем вязать. Допустим, выбираем вот эту пару, которая ближе всего лежит к нити. И вот в эту петлю, да, в первую из двух делаю накид и провязываю сюда столбик с одним накидом. Провязываю две петли и затем еще одну. Так сымитировала первый столбик с накидом. В эту же точку провязываю столбик с двумя накидами. Следующую петлю провязываю три столбика с двумя накидами. Следующую петлю провязываю столбик с двумя накидами. И столбик с одним накидом сюда же. Вот таким образом мы формируем лепесток. Дальше в следующую петлю у нас идет соединительный столбик. Прикрепляем, да, завершаем наш лепесток, самая нижняя его часть. Далее снова поднимаем лепесток. И вот в следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. Сюда же столбик с двумя накидами. В следующую петлю три столбика с двумя накидами. И подходим к концу лепестка. В следующую петлю провязываем столбик с двумя накидами. И туда же столбик с одним накидом. И завершаем лепесток в следующую петлю соединительным столбиком. Сформировали второй лепесток. И таких лепестков у нас всего пять. И закончим мы ряд соединительным столбиком. И заканчиваем вязанием третьего ряда. Обязательно не забывайте провязать соединительную петлю в конце. И далее здесь я не буду соединять никак ряд и имитировать петлю. Я просто обрезаю нить, оставляю хвостик подлиннее. Полностью высвобождаю нить из петли. И вывожу ее в ближайшую точку наизнанку. Все, завершили вязание третьего ряда. Далее с кончиками сейчас можно уже обрезать кончики, которые мы вязывали. Хвостик от конца третьего ряда пропускаем между столбиков. Вот немножко увели. И здесь можно сделать вот такой закрепительный столбик. И еще немножко увести. И желтую ниточку просто вводим между столбиков. Четвертый ряд мы будем вязать уже натуральным цветом и оформлять наш цветок в круг. Здесь у нас ряды состоят из столбика без накида, полустолбика с одним накидом, столбика с одним накидом, патентного столбика с накидом и столбика с двумя накидами. Начинать ряд мы будем в ту точку, где мы заканчивали ряд, уводили ниточку назад. И будет выглядеть эта точка начальная вот так. Вот здесь будем цепляться. Далее следующую мы будем провязывать в вершинку следующего столбика, вот этого столбика с накидом. Но здесь, как по правилу, здесь нет его верхней горизонтальной петли, но мы возьмем вот эту крайнюю петельку, в нее будем провязывать второй столбик в четвертом ряду. Беру натуральный цвет, делаю два накида на крючок, ввожу в эту самую низкую точку, в соединительный столбик, поправляю. И провязываю здесь имитацию столбика с двумя накидами. Хвостик обязательно поправляйте. Далее в следующую петлю провязываем патентный столбик с одним накидом. Делаем накид, заводим крючок в следующую точку, хвостик этот мы ввязываем, достаем рабочую нить. И сначала провязываем одну петлю на крючке, а затем по две, как обычный, столбик с накидом. Так у нас просто столбик с накидом будет чуть длиннее, но не такой высокий, как столбик с двумя накидами. В следующую точку провязываем столбик с одним накидом. Далее полустолбик с одним накидом. И в самую высокую точку столбик без накида. Да, и мы вот так вот будем заполнять самыми длинными столбиками самые глубокие части и самыми короткими самые высокие. И дальше спускаемся в обратном направлении. Полустолбик с накидом. Столбик с одним накидом. Патентный столбик с накидом. Провязываем сначала одну петлю, затем по две. И столбик с двумя накидами в самую низкую точку, там, где у нас был соединительный столбик. Все, и двигаемся дальше. Уже поднимаемся, делаем столбик патентный с накидом. Столбик с накидом. Полустолбик с накидом. И столбик без накида. Все, и далее спускаемся. С полустолбик с накидом, столбик с накидом. Патентный столбик с накидом. И столбик с двумя накидами. Все, я надеюсь, вы поняли принцип обвязки цветка. Здесь все достаточно логично и просто. Провяжите так до конца ряда. И в конце ряда мы закончим патентным столбиком с одним накидом. Встречаемся в конце ряда. Закончила вязание четвертого ряда. То, что полотно вот так вот выгибается в джуте, не беспокойтесь. После того, как вы отглазите, все станет ровным. И здесь мы закрываем ряд, соединяем его. Я соединяю, как обычно, да. Вот верхнюю горизонтальную первую. Все, и завершили на этом вязание четвертого ряда. И пятый ряд у нас уже оформит получившийся цветок в круге в квадрат. Здесь у нас будут состоять ряды из таких же столбиков, как видите, да. Только здесь набор немножко другой. И добавляется воздушная петля по углам для формирования, да, более выраженного угла квадрата. И здесь мы начинаем ряд. Вот наш самый высокий столбик. И сюда мы начнем, да, в его верхнюю горизонтальную, которую мы сымитировали. Здесь у нас будет формироваться угол. И он состоит из столбика с двумя накидами, воздушной и столбика с двумя накидами. Мы провяжем имитацию столбика с двумя накидами так же, как и в предыдущем ряду. Далее делаем воздушную. И сюда же провязываем столбик с двумя накидами. Далее в следующую петлю вяжем патентный столбик с накидом и столбик с накидом. Сюда же столбик с накидом. Далее в следующую петлю столбик с накидом. В следующую полу столбик с накидом. И далее три столбика без накида. Далее полустолбик с накидом. Столбик с накидом. Столбик с накидом в следующую. И сюда же патентный столбик. с накидом далее в следующую точку формируем угол столбик с двумя накидами воздушные и сюда же столбик с двумя накидами так вот что у нас уже получается и далее переходим на следующую сторону провязываем патентный столбик с накидом сюда же столбик с одним накидом следующий столбик с накидом здесь уже такой четкой закономерности да в какой определенный столбик мы провязываем нету здесь мы просто соблюдаем чередование вот таких столбиков далее полустолбик с накидом и далее 3 столбика без накида и снова поднимаемся делаем полустолбик с накидом столбик с накидом столбик с накидом сюда же патентный столбик с накидом и в следующую петлю угол столбик с двумя накидами воздушная и сюда же столбик с двумя накидами все я надеюсь что здесь тоже принцип понятен провязывайте пожалуйста до конца ряд мы закончим вот здесь в эту петлю мы будем провязывать столбик с одним накидом и патентный столбик с одним накидом и по завершению пятого ряда обрезаем нить оставляю хвостик подлиннее и делаем здесь имитацию верхней горизонтальной петли полностью высвобождаем нить из петли заходим в первую верхнюю горизонтальную здесь у нас ею будет выступать воздушная петля вот она захватываем ниточку вводим назад и с изнаночной стороны проходим внутрь последние горизонтальные при этом подхватываем вот эту перемычку под петлей захватываем нить вводим вниз выравниваем чтобы все звенья были знакового размера и прячем хвостик между столбиков на изнаночной стороне на этом вязание квадрата с цветком подошло концу обязательно после того как вы свяжете нужно отгладить до квадратик чтобы он был вот такой плоский и ровным я просто прохожусь утюгом с применением пара по квадрату выравниваю его пока он теплый в тех местах где это необходимо и даю остыть и вот я отгладила второй квадрат вот такие они ровненькие плоские получаются и по размеру квадратик у меня получается 10 с половиной на 10 с половиной если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать следующие мои видео ставьте лайк если видео было понятным подробным и понравилось вам и будут вас в комментариях обратную связь о видео там насколько вам было все понятно не забывайте в описании есть ссылка на схему которую я нашла на пинтерест по этим квадратом возможно по ней вам будет тоже легко ориентироваться даже большое вам спасибо за то что открыли это видео и посмотрели его до конца спасибо за интерес за то что вязали вместе со мной желаю вам приятного вязания много много новых идей интересных и пока пока до новых встреч